ради своих детей. Они так и говорят, я живу в этой семье ради детей. И не нужно ломать то, что уже было давно построено. Как же справиться со всеми этими страхами? Ну, начнем с самого первого и самого главного. Я никого лучше не встречу. Всем привет, дорогие друзья, и с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, почему же женщины боятся оставаться в одиночестве? Или я так и останусь одна? Всем привет, дорогие друзья, и с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, почему же женщины боятся оставаться в одиночестве? Распространенной причиной того, что женщина продолжает оставаться в семье, является ее страх одиночества, или то состояние, которое она будет испытывать, находясь в одиночестве. Это очень сильная душевно-эмоциональная боль. Следующая причина того, что женщина продолжает оставаться в семье, это общественное осуждение. Страх общественного мнения, страх осуждения и страх того, что многие признают ее виноватой в том, что именно она разорвала эти отношения. Именно она бросила мужа, бросила детей и вышла, вроде бы, из нормальной семьи. Но так как никто из окружающих, возможно, и не знал всего того негатива, который происходил внутри семьи, она боится именно этого осуждения, потому что с виду казалось, что в ее семье все хорошо, все замечательно, и не нужно ломать то, что уже было давно построено. Еще одна причина того, что женщина продолжает оставаться в нелюбимых отношениях в этой семье, это ее финансовая зависимость. Если всю жизнь она прожила, опираясь только на помощь мужа, зная то, что муж материально поддержит, муж обеспечивает ее и ее всю семью, естественно, ей очень страшно уйти из таких стабильных отношений. Есть такие женщины, которые будут оставаться в семье, несмотря ни на что, вопреки всему, только ради сохранения семьи и ради своих детей. Они так и говорят, я живу в этой семье ради детей. Ну что происходит, когда дети уже выросли? Дети разлетелись из родительского гнезда, и вы остаетесь со своим супругом один на один. Хорошо, если вы любимы и вам есть чем заняться, но если ваши отношения изжили себя, состояние вашего совместного пребывания будет казаться вам ну просто невыносимым. И здесь появляются два пути. Либо улучшать эти отношения, что тоже возможно, либо сесть и поговорить и мирно и спокойно разойтись для того, чтобы каждый из партнеров начал свою свободную и счастливую жизнь. Удержание в семье еще происходит потому, что многие люди боятся перемен. Да, именно страх перемен, как у мужчин, так и у женщин, удерживает вас в старых отживших себя отношениях. Итак, как же справиться со всеми этими страхами? Ну, начнем с самого первого и самого главного. Я никого лучше не встречу или я так и останусь одна. Я никому не нужна. Это все мысли, которые транслируют женщины, которые приходят ко мне на консультации. И мы прорабатываем все эти негативные установки, избавляемся от них и идем в новую реальность уже с более высокой самооценкой. Если женщина думает, что она серая, неинтересная, никчемная, никому не нужная, ни на что не способная и никто в этом мире не обратит больше на нее свое внимание, это только лишь ваше убеждение. Возможно, ваша приобретенная низкая самооценка, именно та, которую внушил вам ваш предыдущий муж, либо ваш мужчина, с которым вы встречались ранее. Либо это родительская установка, либо кто-то сказал и вы поверили в это. Дело в том, что у женщины нет своей самооценки. Самооценка женщины складывается от мнения о ней окружающего мира. Все люди влияют на вашу самооценку. Что в этих случаях рекомендуют психологи? Конечно же, общаться с теми людьми, которые повышают вашу самооценку. И, конечно же, жду вас на приеме у себя. Мы при помощи разных технологий будем повышать вашу самооценку и, соответственно, ваш страх остаться одной будет постепенно рассеиваться. После того, как вы скорректировали свою низкую самооценку, начали ее поднимать, работая с психологом, можно уже, после того, как вы завершили прежние отношения, вышли из них, начинать строить новые отношения, начинать строить новые связи, ознакомиться с новыми людьми и начинать свою жизнь как будто с чистого листа. Это все возможно, уверяю вас. К сожалению, самостоятельно справиться со страхом одиночества, со страхом остаться одной и со страхом перемен бывает крайне сложно. Тут вам помогут люди, которым вы доверяете, которых вы любите. И, конечно же, мы психологи, которые работаем специально для вас. Существуют разные методики выхода из кризиса и это именно тот вариант, когда нужно и просто необходимо обратиться к опытному психологу. Хотя многие женщины интуитивно и сами знают, что делать. Они начинают меняться. Меняем мы сначала форму и постепенно подтягивается их содержание. Женщины меняют свою прическу, делают макияж, какой-то новый лук подбирают себе, работают со стилистом, работают с визажистом, начинают ходить в спортзал, начинают посещать какие-то тренинги женские, начинают читать какую-то литературу, начинают выходить из того кокона, в котором они прожили эти долгие годы. Самостоятельно вы попали в это замкнутое пространство или кто-то помог вам. В любом случае решение выйти на новый уровень мышления – это только ваше решение. Начинайте действовать. Маленькими шажочками идите к своей цели. Скажите себе, я достойна всего самого лучшего? На меня обратят внимание. Я прекрасная, привлекательная женщина. Я модная, я прогрессивная, я успешная, я красивая и я счастливая. Эти аффирмации нужно говорить каждый день самой себе. Кому-то удобно это делать утром, кому-то удобно это делать вечером. Я на своих консультациях записываю вместе с вами вашу индивидуальную настройку, которую вы будете слушать перед сном и будете сами себя перепрограммировать на новую успешную жизнь. Если вы боитесь совершенно остаться без денег и без работы, уверяю вас, зайдя на любые сайты, где требуются сотрудники, вы найдете на первый этап какую-то себе стартовую работу, с чего вы начнете свою профессиональную деятельность. Возможно, у вас есть ранее полученные дипломы, которыми вы никогда не пользовались. И можно пройти какие-то курсы повышения квалификации, которые дадут вам толчок к дальнейшему развитию и, скорее всего, вы найдете для себя какую-то новую работу. Все страхи ваши будут улетучиваться после того, как вы начнете действовать. Вы вдруг поймете, что все люди точно так же, как и вы подвержены этим же страхам. Если вы боитесь остаться одна, наверняка есть скрытый страх и у вашего партнера, что он тоже останется один, потому что он не привык жить без вас. И вы, конечно же, поймете, что есть страхи обоснованные, а есть страхи выдуманные. Скорее всего, по поводу вашей внешности, по поводу вашей женственности, это были ваши выдуманные страхи и ваши опасения, которые легко развеиваются после того, как вы обратитесь к стилисту, сделаете красивые фотографии, пройдете какой-то курс психологом и снова восстановите ту свою женскую часть, которую очень давно прятали, и которые просто не придавали значения и поверили в то, что вы какая-то недостойная. Начинайте действовать. Маленькими шажочками идите к своей цели. Скажите себе, я достойна всего самого лучшего? На меня обратят внимание? Я прекрасная, привлекательная женщина? Я модная, я прогрессивная, я успешная, я красивая, я счастливая. Эти аффирмации нужно говорить каждый день самой себе. Кому-то удобно это делать утром, кому-то удобно это делать вечером. Я на своих консультациях записываю вместе с вами вашу индивидуальную настройку, которую вы будете слушать перед сном и будете сами себя перепрограммировать на новую успешную жизнь. Все эти страхи легко уйдут. А что касается ваших профессиональных навыков, вашей новой работы, то тут нужно будет сделать небольшое усилие над собой, вспомнить все, что делали раньше, либо получить какую-то новую специальность, новую профессию и планомерно развиваться в этом направлении. Что касается страхов перед общественным мнением, они тоже скоро пройдут, когда вы честно скажете правду своим окружающим. Да, прожили долгие годы вместе, да, разлюбили, да, пути наши разошлись, да, устали друг от друга и ничего тут страшного нет. Теперь мы идем каждый своим путем. Не нужно своим одиночеством вызывать жалость у окружающих, не нужно посвящать в какие-то детали всех ваших совместных раздоров. Нужно ответить просто так, как есть и слегка завуалированно. Я думаю окружающие вас поймут, потому что не вы первые и не вы первые разводитесь, либо начинаете новую жизнь с чистого листа. Что касается меня, то я транслирую семейные ценности и очень редко рекомендую, либо советую кому-то разводиться. Но если такая необходимость созрела, либо вы уже приняли твердое решение, что вам нужно разойтись, ничего страшного, нет ничего невозможного. Возможно быть счастливой и вне отношений, либо на пути к новым отношениям. Если вы долгое время находились в отношениях, то высока вероятность того, что вы скоро создадите новые гармоничные, стойкие и очень-очень приятные отношения. Если вы любите тесты и хотите узнать в какой стадии сейчас находятся ваши отношения, то в описании к этому видео будет ссылка на мое видео, где вы можете пройти тест и узнать, какие же отношения сейчас именно у вас. Спасибо за то, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, пишите в комментариях те темы, на которые вы хотели бы увидеть видео на моем канале. Всех вас люблю. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.